Классов на сегодняшний момент на трех корпусах полностью завершена кровля. Около 100% исполнение на сегодняшний момент стоят во всех корпусах. Ведутся работы по кровле и фасаду. Самая готовность с учетом того, что технологически... ...сейчас на этой неделе полностью завершена кладка с отличием пропеды. И корпус АБК, где находятся приемные отделения непосредственно, актовые залы, кабинеты и плюс комната для проживания врачей. Значит, медицинский корпус, как я уже сказал на сегодняшний момент, у нас операционный корпус, реанимационный корпус, больничный корпус. Готовы полностью, за исключением здесь сейчас заливаются на третьем корпусе, лифтовая пристройка, подойдутся с этой стороны. И ведутся работы по фасаду. Задача заключается в чем? Мы планируем, что мы до 15-18 октября завершим полностью работы по фасаду. Будут закрыты понты. В здании сделаны кровли, установлены входные двери и соответствующие окна, как я уже доложил. До сегодняшнего момента на площадку подведена вода. На площадку прибыла 9-мегаватная котельная, которую можно посмотреть. У нас начинаются с 10 октября работы по теплотрассе, которые зайдут непосредственно в здание основного блока. И произведена уже и производится установка постоянных трансформаторных подстанций, которые будут соответствовать данным больничным комплексом. Вот если кратко, все. Значит, по вашему поручению на особый контроль, я думаю, что коллеги тоже об этом скажут, взято освоение денежных средств оплаты по подрядным организациям. На сегодняшний момент строительство монтажной работы выполнено здесь на 600 миллионов рублей. На счетах фонда у нас остается еще 200 миллионов, которые как раз для основного завершения соответствующих работ по этому году. Роман Викторович, нам крайне важно, чтобы работы максимально были выполнены до завершения текущего года. Учитывая, что денежные средства мы привлекали, обращаясь и к жителям, и к организациям, и за счет пожертвований и спортсменских перечислений сейчас ведется работа по возведению корпуса Гуметова. Есть привлеченные ресурсы, которые нам позволяют полностью закончить контроль, обеспечить подачу тепла. Но при этом понятно, что мы не сможем без помощи федерального центра завершить строительство этой больницы, потому что она большая. 400 коек, из которых 250 детских, 150 коек взрослых. У нас нет своей специализированной инфекционной больницы. Из-за этого снижается качество оказания медицинских услуг. Особенно в ситуации, связанной с пандемией. Открываются новые койки в различных больницах. Это снимает проблему текущего дня. Но на будущее нам, конечно, нужна современная больница, имеющая все необходимые условия для оказания качественных медицинских услуг. В этой связи, так как работа фактически может быть выполнена в объемах достаточных, и мы говорим с вами, практически 50% нам надо обращаться с заявкой для того, чтобы завершить строительство, выделение денежных средств за счет федерального бюджета. Это нам позволит уже на будущий год, думаю, что к июля больницу запустить, и люди получат качественные медицинские услуги. Причем услуги нового уровня, которые до сегодняшнего дня оказать не можем. В связи с устаревшей базой тоже детской больницы. Она находится тем более в жилом микрорайоне. А сейчас уже по нормативам инфекционные больницы должны выноситься за городскую черту, либо должно быть расстояние до ближайших домов. Поэтому всем этим требованиям соответствует больница, которая сейчас строится. Поэтому нам очень важно делать все для того, чтобы мы ее сдали в эксплуатацию в середине следующего года. Давайте из этого исходить. Поэтому те средства, которые у нас собраны как творительные, спонсорские, привлеченные, должны быть эффективно потрачены до конца года. А следующий год, надеюсь, у нас будет связан с федеральным финансированием, за счет которого удастся закупить оборудование для этой больницы и достроить ее, отделку провести внутри помещений. Ну и, конечно, что-то все условия для и персонала, и тех, кто будет лечиться. Потому что должно быть все для оказания помощи. Да, Вячеслав Вячеславович, еще вам хотел дополнить по вашему поручению. На сегодняшний момент мы прошли полностью государственную экспертизу. По этому объекту у нас сформирована соответствующая заявка. И, соответственно, на сегодняшний момент уже Минздрав представлены соответствующие документы. И здесь будет понятно, что нужна ваша помощь. Мы с вами понимаем, что стоимость объекта, во-первых, оказалась подъемной для того, чтобы реализовать этот проект только за счет бодопоритных, средств инвестиционных и привлеченных. Потому что те объемы, которые суммами составляют 800 миллионов, стоимость намного выше. Поэтому этот диалог ведется с правительством Российской Федерации. Я надеюсь, что мы будем услышаны и нам эта помощь позволит решить задачу завершения строительства на будущий год. Думаю, что в рамках бюджета на 2021 год мы обязательно расходим этот вопрос, обсудим его. Аргументы в том, чтобы этот объект был профинансирован. Во-первых, он у нас уже с вами смотрит высокие степени готовности. С другой стороны, мы часть своих средств нашли и потратили на строительство этого объекта. Всегда эти документы свыше. Поэтому давайте не останавливать работу. У нас еще есть денежные средства, которые позволят бюджетам вперед и в октябре, и в ноябре, и в декабре. А, соответственно, если только будет выделено федеральное финансирование, можно будет проводить конкурсные процедуры в декабре, чтобы не терять январь и уже продолжать эти работы, даже в новогодние праздники, с тем, чтобы как можно быстрее больница была сдана в эксплуатацию. Люди ее ждут. Мы с вами сталкиваемся с серьезными сложностями из-за отсутствия специализированной больницы. Поэтому давайте более ответственно подходить к решению этой задачи. Что касается оказания поддержки, сделаем все возможное, чтобы она состояла. Спасибо. Ну и давайте сейчас поговорим с подрядчиками, что у них и как обстоят дела.